Информационную картину дня, как всегда, дополнят новости спорта в студии Марина Азябина. Здравствуйте! Партнер программы – спортивная школа «Нефтяник». Здесь работает профессиональный тренерский штаб. Из 18 наставников – 2 заслуженные тренеры Удмуртии. Спортивное направление на любой вкус всего открыто в 8 отделений. Прием детей на бюджетной основе – 6-7 лет, в платные группы с 3-4. Кроме того, в бассейне «Аквамарин» существуют группы акваэробики и свободного плавания для взрослых – группа «Мать и Дитя». В нашем городе прошел турнир по еще достаточно редкому в Удмуртию виду спорта – флорболу. Его участниками стали школьники первых и вторых классов из Ижевска и Воткинска. Наша съемочная группа побывала на открытых городских соревнованиях и узнала, чем флорбол привлекает этих юных мальчишек и девчонок. Настольная бенди, а не хоккей или флорбол – суть не в названии, в правилах. И здесь все как в хоккее с мячом. Главная задача – забить ворота соперника. Из-за муниции футболка, шорты, гетры. Клюшка вот только специальная легкая пластмассовая, как и мяч. Да поле игровое поменьше. Есть, конечно, определенные нюансы. Площадка чуть поменьше в длину, чуть поменьше в ширину. Клюшки легче, чем клюшки хоккейные. На загибе есть дырки, в шайбе нет дырок. Шайба тяжелая, мячик легкий. Эта игра сразу покорила мальчишек и девчонок нашего города. Они все быстро разобрались в ее правилах. Полина Поликарпова на время даже забросила любимые танцы. Настолько ее влек флорбол. Мне интересен флорбол, потому что я бегаю, прыгаю и дружу со своей командой. Самое главное – это забить гол и давать пасы. Клюшка очень легкая, там ручка специальная, там есть очень хороший загиб, им очень хорошо принимать мяч и давать пасы. Флорбол – еще новый вид для Удмуртии. Он только обретает поклонников, особенно в школьной среде. В соревнованиях участвуют до 10 команд из Ижевска и Воткинска. Что ребятам дает? Ну, во-первых, выносливость, скорость мышления, коллективизм. Потому что играют в команде, принимать решение надо мгновенно практически. Мяч, хоть и не шайба, но летит достаточно быстро. Надо думать головой. Хоккеист, он не только руками играет. Главное в хоккеисте оружие – это голова. То есть, если голова работает, работают и руки, и ноги работают, и он становится успешным игроком. В следующем году в планах Федерации городской и республиганской организовать как можно больше стартов. Игровой практики и сильных соперников нашим игрокам не хватает. Тем более, что в 2019 году у ребят есть шанс поехать впервые на всероссийский турнир в Сочи. Мы хотим в Сочи поехать с командой. Мы, надеясь, поедем в Сочи. Мы победим в Сочи. На всероссийском турнире? Да. А мечты, как мы знаем, должны сбываться. А по соседству в Тире Динамо выявляли сильнейших на перенстве города стрелки из лука. Собралось их на рубежах около 50 человек. В программе были и стрельба, и с блочного лука, и классического на дистанциях 12-30 метров. В итоге самыми меткими были у юниоров Ольга Аханкина и Роман Булдаков. Многие атлеты на этом старте выполнили взрослые разряды. Это у нас традиционные соревнования, проходят каждый май. Сегодня впервые мы пробуем длинную дистанцию, 30 метров. И для кого-то это будет отборочным этапом послужить для подготовки непосредственно к первенству России, которое пройдет уже в июне в Уфе. А теперь о пляжном волейболе поклонникам этой дисциплины летом дома точно не сидится. Они вновь собрались все вместе на первенстве города среди ветеранов. Соревнования были этапом подготовки к первенству России, которое пройдет в сентябре в Аванапе. Вы знаете, что у нас есть призеры первенства России среди ветеранов и по шестилетним, и по полтиннику, которые готовятся и выступают на первенстве России, и достойно представляют Дмитрскую республику. Победителями турнира стали Виктор Гилгешин и Сергей Гущин. А теперь побываем на финальных соревнованиях муниципального этапа президентских спортивных игр по тек-регби. Бороли за награды школьники 5-6 классов. Выиграли эти соревнования юноши и девушки из Жевской школы номер 100. И в октябре они поедут на всероссийский этап, который пройдет в Краснодарском крае в лагере «Орленок». И небольшой анонс. 19 мая в парке имени Кирова будет дан старт всероссийским соревнованиям по спортивному ориентированию «Российский азимут». Торжественное открытие в 11.45. А ровно в полдень будет дан старт. Принять участие в соревнованиях может любой желающий. В день проведения турнира заявиться на старт можно на стадионе «Купол». Соревнования эти проводятся специально для всех желающих, для новичков, любой подготовленности. Дистанции будут маленько попроще, чем для квалифицированных ориентировщиков. Поэтому каждый может прийти, поучаствовать, получить удовольствие. И традиционный анонс выходных дней. 19 мая на комплексе Демидова пройдет первый тур всероссийских соревнований по велоспорту в турне трех трасс. Начало в 10. В зале Медакадемии в это же время вступят в борьбу за медали участники командового чемпионата России по дартс. А в воскресенье в 10 в бассейне «Аквамарин» определят сильнейших спортсменок города представители синхронного плавания. На этом я с вами прощаюсь. До встречи.